В конце марта на полотне омского велотрека одновременно проходили три крупных старта – Кубок России, Первенство России и Всероссийские состязания Индия Спринт. В борьбу за медали в индивидуальных гонках преследования гити с места на 200 метров, скретчи, темпа, групповых гонках с выбыванием и по очкам вступили 70 гонщиков, представляющих Омскую, Свердловскую, Кемеровскую и Самарскую области, а также спортсмены из Удмуртии. Уже по результатам первых двух дней соревнований стало ясно, что составить конкуренцию о мячам, тренирующимся на одном из трех современных крытых треков в стране, не так-то просто. Сегодня, как вы видите, уже проомские спортсмены доминируют очень серьезно. Практически весь беззазистал во всех дисциплинах выиграли наши спортсмены. Они очень серьезно готовились. Для регионов, особенно Урала, Сибири, Дальнего Востока, Омск это уже как родной дом. Вы же знаете, что сейчас уже полгода официально зарегистрирована федеральная инновационная экспериментальная площадка подготовки велосипедистов высокого класса. Здесь мы уже аккумулируем практически всех регионов Сибири. То есть у нас уже проживают и тренируются ребята с Удмуртии, с Новосибирска, с Кемерово. То есть это, так скажем, эффект уже нашего кластерного взаимодействия. Хозяева соревнований отметили, что ждали большего сопротивления от иногородних спортсменов. Но в любом случае конкуренция была, хоть и среди своих. И заезды стали отличной тренировкой перед основными стартами сезона. Виктору Подойникову, который уже не раз поднимался на пьедестал почета в Омске и не только, в эти дни удалось выиграть все этапы Омниума. У приезжих никого особо сильнее нас не было. Со своим между собой бились. В принципе, лучшая тренировка эта гонка. Результаты заметно растут с каждым годом. Мы как бы только три года осваиваем его. В том же Питере уже очень давно осваивают трек, и мы уже начинаем биться с ними более-менее. Я думаю, еще через некоторое время будем хорошо себя достойно проявлять. Ну, в принципе, уже результаты хорошие. И это подтверждается выступлениями омских велосипедистов на международных стартах. В самом разгаре борьбы на велотреке домой вернулся Павел Нечапуренко, который в тандеме с Сергеем Рядовым занял 10-е место на чемпионате мира в Бразилии. Мы отобрались на Янарском чемпионате России в индивидуальной гонке в 4 километра. Ну, и нам предстояло в Рио-де-Жанейро ехать чемпионат мира. Ну, в том же виде. Ну, хорошо, что мы прилетели туда за две недели. Прошла климатизация очень хорошо. Подготовились, подвелись. Грамотный подход тренера был. Думаю, 10-е место для первого. Более-менее нормально. Результат лучше, чем ехали в чемпионате России. Я думаю, надо работать. Есть недочеты. На чем работать надо. Ошибки технические тоже были. Но все еще впереди. Главное – работать. А вот среди девушек лавры на разных дистанциях собирала самая титулованная участница. Мастер спорта по шоссейным и трековым гонкам Алена Затеева из Самарской области. В финале гонки-преследования на 3 километра она, даже несмотря на болезнь, на 6,2 секунды смогла опередить амичку Викторию Гришечко. Очень тяжело, потому что я сейчас приехала с Адыгея. Там проехала гонки. Был сильный ветер, минус 2 градуса. Мы проехали 80 километров под дождем. Впоследствии сказались на мне, так скажем. Но боевой дух не дает упасть. Поэтому сражаюсь до конца. Но Кубок России – это, конечно, чуть ниже ступень, чем чемпионат России. Но все равно он значимый. Он очень многое дает. И для спортсмена, и для тренера показывает на ошибки, возможно, какие-то. Либо наоборот, допустим, как мне сейчас, если бы не болезнь, в принципе, я считаю, что я на правильном пути. Я планирую сюда приехать в дальнейшем, перед подготовкой к основному чемпионату страны, перед Питером, именно тренироваться и базироваться здесь. Благодаря программе кластерного взаимодействия, организованного на базе Омского велотрека по инициативе регионального министерства спорта, теперь проводить здесь тренировки могут и спортсмены из других регионов. Что же касается продолжения велосезона в Омске, то в этом году нас ожидает Кубок России, первенство страны и еще два чемпионата. К тому же организаторы соревнований подали заявку на проведение в сентябре этого года международных соревнований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова